Всем привет! Сегодняшнее видео о прекрасной, замечательной орхидее под названием Ванда. Это необычная орхидея, которая растет без субстракта и без какой-либо коры. Она у меня в такой стеклянной вазе. Вазочка эта необходима для того, чтобы держалась вся постоянная влага. Но вы также можете это растение, есть такая штучка черная, подвесить там, где у вас находится окно. Орхидея имеет прекрасный тонкий нежный аромат. Цветы у нее яркие, крупные, практически размером с ладонь. Симпатичная. Очень красиво будет на подарок поставить. Она у меня стоит на столе, очень красиво смотрится и необычная. Уход за ней несложный, но он отличается от ухода, как за обычным фаленопсисом, то за Вандой немножечко другой уход. Итак, это растение необходимо удобрять. Оно очень любит удобрения. Желательно это удобрения органические, для того, чтобы у нее была яркая краска. И так как эта орхидея практически не ложится в спячку, то есть она не так, как обычный фаленопсис, зацвела и стоит там полгода цветоноса, потом через полгода может цветонос выпуститься. Здесь нет. Цветочки держатся от 6 до 8 недель на цветоносе. Потом цветонос необходимо удалять после того, как отцветет. И через месяц-полтора орхидейка снова выпускает цветонос. Вот. Значит, по поводу полива, что я хочу сказать. Поливать необходимо, если у вас есть вот такая колбочка, как у меня, я ее содержу в вазе, вы можете наливать в вазу водички, на 30 минут ее погрузили, там она постояла, и водичку выливать. Значит, вода необходима на 3-4 градуса больше, чем комнатная температура. Вообще, это растение светолюбивое и теплолюбивое. Значит, ее лучше поставить на западных окнах, но там, где много света, но нету солнца. Температура ей необходима летом и зимой 25 градусов, так как эта орхидея произрастает в Таиланде, то есть она любит тепло. В оранжереях она свисает вот за эту ее черную штучку, подвешивает, она висит, корни у нее свисают. Вот, поливать еще, если она у вас висит на окне, можно, то есть взяли ее, вытащили с колбы, взяли, включили душ на 3-4 градуса больше, чем комнатная температура, если у вас, конечно же, в душе не хлорированная вода. Душам полили листочки, корни, дали ей чуть-чуть просохнуть, чуть-чуть стекти, и опять поставили в вазочку. Орхидея нуждается в большой влаге воздуха 70-90%, потому желательно, когда жаркие дни, ее чаще поливать. Очень интересная орхидея, ну, не скажем, необычная, в вазе растет такое чудо. О дальнейших своих наблюдениях я буду вам рассказывать в своих видео, о том, как она себя ведет, экспериментировать буду, какие дальше у нее будут выпускаться детки, покажу, как я ее поливаю. Кому было интересно мое видео, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, ставьте лайки. Всем пока и хорошего настроения!